Уважаемый шейх Муфтий Равиль Гайнуддин, председатель Совета Муфтиев Российской Федерации, Уважаемые братья, ученые, улемы, участники этого форума, все присутствующие, приветствую вас исламским приветствием, мир вам, милости, благословения Аллаха. В начале своего выступления я хотел бы обратиться к вам со словами приветствия из нашей страны, из Египта. И я прошу Всевышнего Аллаха, чтобы он увенчал труды наши, нашу скромную, но благородную задачу, наши дела и успехом с тем, чтобы мы успешно продолжали нашу работу во имя интересов всего человечества. Я хотел бы поблагодарить вас за ваше сотрудничество, за ваши усилия по организации этого замечательного форума, проходящего онлайн и в результате той пандемии, которая угрожает всему человечеству. И если это о чем-то свидетельствует, то это свидетельствует о том, что улемы, ученые арабской умы с большим вниманием изучают те опасности, с которыми сталкивается наш мусульманский мир, пытаясь найти решение тех проблем, с которыми мы сталкиваемся. И я уверен, что мы благодаря нашим усилиям и с помощью Всевышнего преодолеем все трудности. Важнейшей задачей всех нас является понимание всего того, что происходит в этом мире сейчас. И мы должны очень хорошо разбираться в том, что происходит, в том, чем сталкиваемся мы в своей повседневной жизни, что требует перемен. Мы должны понимать те трудности, с которыми мы все сейчас вынуждены жить. И это прежде всего связано с распространением коронавируса, COVID-19, который угрожает стабильности, безопасности народов, жизни каждого из нас. Мы должны сплотиться сейчас. Мы люди, мы наше правительство, все общественные силы, все политические силы во имя мира. Мы и религиозные организации, на нас лежит очень высокая ответственность по распространению тех высоких ценностей и идеалов, на которых основана наша религия. И мы должны также поддержать те усилия, которые прилагают наши правительства, наши медицинские учреждения во имя спасения человечества в эпоху распространения этого коронавируса. Но мы при этом должны всегда помнить о тех ценностях, тех гуманитарных принципах, которые распространяет ислам. И мы должны помнить, что, как сказано, наш пророк был послан ко всем людям с милостью, милостью для людей. И исходя из этого принципиального положения, мы должны всегда протягивать руку сотрудничества всем людям. И это наша задача, главная задача всех нас, и прежде всего задача муфтиев, имамов, задача улемов. Они должны вести рядовых мусульман к осуществлению тех высоких целей, которые были начертаны в священном Коране, а именно борьба со злом, с грехом и распространение праведности и высоких целей. В Коране сказано, мы создали вас из мужчин и женщин для того, чтобы вы познавали друг друга. И это высочайшая ценность и для нашей религии, и для других религий. И посланник Аллаха, да благословит его, Аллах и приветствует, он говорил об этом. И вот его слова, те, кто протягивает братьям руку, тому будет милосердие и милость Божья. Еще Бухари отмечал слова пророка о том, что существует 99 принципов, которые существуют на небесах. Из них только один процент может быть усвоен людьми. И идея милосердия и благодетели должны быть, ценности благодетелей и милосердия должны быть распространены среди всех людей. И мы все люди, мы составляем единую общность. И вот эта милость и милосердие должна распространяться на всех. И она должна сплотить людей во имя интересов человечества в целом. Мы должны распространять и укреплять наши совместные усилия, нашу солидарность в борьбе против коронавируса, в борьбе против терроризма, против экстремизма. И эта задача мусульман, но не только мусульман, потому что с этими проблемами сталкивается все человечество. И те, кто пытается в этих условиях продолжать свои террористические действия, он противоречит основным посылам, излагаемым в Коране и в исламе в целом, который осуждал терроризм, который осуждал убийство людей и который призывал к взаимному милосердию, к солидарности между мусульманами и немусульманами. И в это время мы нуждаемся в укреплении нашей солидарности на принципах гуманизма. Мы должны выступить единым фронтом. И мы вместе должны выступать за то, чтобы освободиться, за то, чтобы успешно противостоять этим опасностям, с которыми мы сталкиваемся. И усилия всех нас, усилия врачей, усилия всех людей, они должны принести позитивные плоды. И эта ситуация в условиях пандемии, это прекрасная возможность для того, чтобы преодолеть все трудности, которые раньше разделяли нас, все конфликты, которые разделяли нас. И в заключение своего выступления я хотел бы глубоко поблагодарить уважаемого господина шейха Муфтия Айнуддина, а также всех организаторов этого форума, всех его участников, пожелать нам успеха, пожелать, чтобы Всевышний Аллах не спасал нам успех в нашей работе. Ибо эта наша работа, она направлена на счастье человечества. И в условиях этой убийственной пандемии я хотел бы также пожелать вам всем крепкого здоровья и всем людям на Земле во всех ее уголках. Субтитры создавал DimaTorzok